всем привет друзья с вами писфан и сегодня у нас фидбэк и я их уже не буду нумеровать пускай они просто будут так фидбэк слова и название потому что нумерация она и вам не нужно нам и мне сильно не нужно если нужно будет посчитать выпуски я их и так посчитаю и вообще я влюбляюсь в эту рубрику ее раньше было не так много чет микрофон выступает не так было много но сейчас меня прям вот прет и хочется вам что-то новое рассказывать и она такая непринужденная я люблю поболтать вы слушаете не знаю уж любите вы меня слушать или нет это это индивидуально но мне приятно что меня смотрят и все классно и сегодня как я думаю вы уже из заголовка поняли будет отнюдь непростая тема и эта тема будет касаться и б я как-то заказывал на ebay но еще ни одной распаковки нет возможно скоро начнут тоже оттуда что-то заказывать и как раз таки и бэй нам подготовил новости и я как раз таки сейчас с вами ими и поделюсь давайте прям заголовок вам сейчас и зачитаю и бы не обяжет продавцов оплачивать обратную доставку но я немножко переначал и бэй накажет продавцов это своеобразное наказание и об этом честно говоря я вообще когда начал покупать в китае я вообще всегда мечтал честно говоря потому что у меня уже было друзья два случая когда я отправлял назад товар в китай и оба случая понятно дело и везде так и говорится даже когда допустим на алиэкспрессе вы покупаете там прям условием пишется что назад если что-то случится доставка за ваш счет и в любом интернет-магазине китайском то же самое пишется но и бэй переворачивает все с ног на голову с но с 15 сентября и теперь обяжет продавцов которые некачественные товары вам продали если будет доказана их вина оплачивать доставку вам уважаемые коллеги продавцы мать ее мы тут недавно подняли статистику за все время существования нашей компании и я честно говоря ужаснулся сколько же мы обманули уже покупателей ну и что я вам скажу пришло время замаливать как-то свои грехи у вас есть какие-нибудь предложения я вас готов выслушать я ооо ну давайте слушаем вас смотрите у меня вот какое предложение давайте введем новое правило по которому продавец будет оплачивать обратную доставку случае бракованного товара тем самым будет хорошо самое главное покупателю ну и продавцы будут честнее и ответственнее так сказать да отлично но с такими темпами мы скоро можем уйти в минус хотя есть тут одна идейка как этого избежать смотрите мы снова сливаем базу данных наших клиентов всем нам известной компании ну и бабки делим пополам и вам будет выходить это все теперь намного выгни то есть если раньше многие люди говорили а вдруг у меня что-то с товаром случится мне что делать назад отправлять это свои бабки это еще что-то игр мы здесь купим да а теперь то как получается вдруг что-то с товаром случится вы спокойно вы можете отправить и вернуть свои деньги и поэтому конкуренция еще сильнее повышается с нашими магазинами скоро наверное все вообще на онлайн покупки перейдут одежды и так далее если такие условия будут но это всего пока на ебэе скоро будет я надеюсь и на других сайтах давайте я вам основательно зачитаю что здесь потому что текста много сути мало с 15 сентября на ебэе вступают в силу важные изменения в пользовательском соглашении защите личной информации гарантии возврата денег а также в правилах множество пунктов обяжет продавцов продавать свои товары более ответственно но для покупателей наиболее ощутимыми изменениями в работе и бэй станет обстоятельства продавца обязательство оплатить доставку в том случае если товар не соответствует описанию а также сокращенный до 30 дней срок апелляции оплата обратной доставки в случае несоответствия по замыслу командой и бэй должна сделать продавцов более ответственными об этом я тоже говорил то есть теперь так не прокатит то что давай какую ерунду я продам и и получается как бы ты свои деньги теряешь продавец в плюсе но теперь возникают вопросы как у покупателей так и у продавцов с одной стороны теперь не самые порядочные покупатели имеют дополнительный шанс для возврата товара но это вот говорится о том что хитрожопые которые посмотрели допустим попользовались сняли обзор мне кстати понравится идея и потом взяли назад отправили типа не понравилось с другой стороны то есть еще какая проблема продавцы будут вынуждены закладывать цену товара дополнительные средства для покрытия таких возвратов и можно ожидать уменьшение желающих отправить свои товары за границы за например из сша в россию конец цитаты конец статьи теперь вот точно переходим болтовне и действительно последние строчки прямо на этих глаголит истину то что теперь у нас может быть меньше вариантов и так у нас допустим на ebay я несколько раз сейчас заходил смотрел всякие микрофоны и так далее и практически в россию но наверно процентов 80 не отправляют бесплатно может быть процентов 20 отправят в россию бесплатно процентов 80 наоборот не отправят бесплатно а теперь может быть и даже вот этих 20 процентов не будут которые отправляют россии совсем у нас станет платная доставка в россию ну и грядет наверное подорожание то есть не товар наверно подорожает хотя кто его знает а и доставка чуток подорожает и чтобы на всякий случай здесь монетка закладывалась для отправки оплата доставки обратно к ним вот такие друзья новости здесь я в этом вот именно в этом ролике я пытался провести параллель с алиэкспрессом потому что все таки вы и я больше покупаем на алиэкспрессе может быть тоже мы будем таких изменений ждать хотя кто его знает алиэкспресс такая штука что они ни на кого вокруг не смотрят они делают как они хотят на этом сегодня и все новости мне кажется для покупателей кто на ebay покупал вообще очень классные может быть и ты не для российских прям покупатели настолько они классные может быть и для определенных стран но все-таки новость то есть на этом сегодня и все подписывайтесь на новые ролики также не забывайте про паблик в описании там всегда все интересное не забывайте но и всем пока то есть давно уже был в регистрируемой почте я не знаю вы получали посылку я получаю посылку почта россии что заявляет и ее руководство заявляет то что скоро вот когда введется эти треки во первых станет у нас быстрее доходить посылки ну в том что посылки идут медленно вообще виноваты покупатели